приветствую всех на канале михаил инвестиции чара были определенной качели но в итоге мы увидели довольно хороший рост связи с чем все это происходило понятное дело что связи с тем что во-первых падение было основано на том что ожидания были более лучше и ожидалось что снижение инфляции будет более сильно оказалось что этого не произошло связи с этим уже заблаговременно начала цена падать еще до инфляции и после потом выступление когда заявили что не допустят кризисов и будет поддержки европе и готовы так сказать запустить печатный станок да как бы он на готове и это выступление вызова энтузиазм и мы наблюдаем очень интересную ситуацию если посмотреть на индекс snp 500 то здесь мы наблюдаем очень сильную модель поглощения очень хорошую сильную свечку роста который может насвидетельствовать его дальнейшем продолжение роста если посмотреть то здесь у нас наблюдается дивер и до которые тоже предполагали что должно это произойти но понятное дело что дивер это не стопроцентный вариант бывает в тройные четверные диверы которые в дальнейшем могут и вообще не отработать да и впустую все эти диверы оказывается были вышли данные более успокоительные и мы можем сейчас больше энтузиазм больше радости что сейчас не пойдем лететь вниз в там терроры да особенно что касается биткоина и крытые что биткоин не упадет к десяти тысячам долларом давайте посмотрим здесь у нас аналогичная ситуация да здесь она всякий видимо что идет на повышение здесь у нас такой паттерн который предполагает что должно все-таки идти вверх и давайте посмотрим что здесь у нас свечки если посмотреть на недельные то здесь у нас идет сомнение преодолеваем понятное дело что линия сопротивления нисходящие тренды но это не очень сильный сигнал потому что наиболее сильные все-таки это на логарифмическом аналога ритмическом мы еще до этого не дошли но все таки несмотря на это мы сейчас видим что сейчас идет на повышение 3 свечки который идет на повышение это как раз таки разворотная модель который предполагает что может дальнейшем пойти и более того когда происходит вот такие три свечки не помню как они называются есть три ворона это черные свечки светлые зеленые свечки забыл как называется но смысл в том что это разворотная модель которая предполагает что будет как раз таки разворот и более того после вот этих трех свечек где-то на 4 на 5 свечку как правило уже происходит довольно сильная свечка то есть мы можем увидеть какую-нибудь вот такую хорошую свечку которая в биток вырастет бы примеру где-нибудь сразу на 3000 долларов есть такое предположение и соответственно сейчас данный момент пока это выглядит тогда с точки зрения технического анализа и с точки зрения заявления инфляции в принципе постепенно годовая падает до сейчас краткосрочно мы увидели повышение но в целом пока она падает что сейчас сейчас получается есть шансы того что все таки мы можем вновь находиться в этом распределении продолжать и двигаться да и соответственно пока без обновления лоев тем более если понаблюдать и как и падал smp 500 и как хорошо удерживаться bitcoin то соответственно это тоже некий позитив что все таки есть надежда на то что сейчас как раз может быть что именно вот эта зона это как раз идет распределение перед дальнейшим ростом понятное дело что нету никаких гарантий но все же пока на текущий момент это смотрится успокоительно что может произойти что сломает эту систему это если примеру следующей неделе закроется вот таким образом поглотит эти свечки соответственно в этом случае тогда этот паттерн не отрабатывает себя и соответственно мы по всей вероятности летим обновлять лои если же этого не произойдет если и дальше произойдет дальнейший рост соответственно мы можем увидеть как раз таки довольно сильную свечку недельную где может вырасти где-нибудь на три тысячи долларов а может быть даже и больше в принципе особо ничего не изменилось инфляция до сих пор находится на высоких показателях повышение ставки мало помогает но это и понятное дело потому что инфляция это не только печатный станок да это не только количество денег в обращении это и логистика энергоресурсы и так далее соответственно все это в комплексе как раз пока на данный момент все не очень связи с ситуацией на украине и соответственно в данный момент инфляция может и дальше пока находиться в таких высоких показателей главное чтобы инфляция вновь не продолжала россии ну и тем более не обновляла свои пики поэтому пока для рынка достаточно и этих показателей чтобы по крайней мере не рухнуть вниз все-таки хотят спасти рынки не хотят чтобы повторил ситуация как у нас ранее было когда рынки очень сильно падали потому что это им тоже не на руку все-таки когда произойдут выборы и люди будут прекрасно понимать что пока находились вот эти люди произошел финансовый кризис то и соответственно они не смогли спасти экономику от финансового кризиса и нужно нужно ли за них голосовать да что при ихнем правлении инфляция поднялась довольно сильно при ихнем правлении произошел финансовый кризис соответственно все это им не надо потому что иначе они тогда ну не выиграют следующие выборы и соответственно им это не на руку им необходимо все таки спасать им надо придерживаться тонкой грани надо делать таким образом чтобы все таки инфляция хотя бы мелкими темпами но все же снижалась но при этом чтобы рынки не рухнули еще сильнее поэтому будем надеяться что все таки они смогут и захотят как раз таки поддерживать экономику не допускать того чтобы рынки еще просили процентов на 30 и поэтому сейчас есть некий позитив что все таки пока что и шансы дальнейшего распределения ну и дальнейшем понятное дело в рост пока от азума непонятное дело еще рано говорить но все же если посмотреть на модели свечи то соответственно мы можем увидеть дальнейшее повышение жалко что конечно этот месяц еще впереди и он еще не закрылся чтобы понять что дальше будет но на текущий момент у нас ситуация такая что есть шансы того что все таки возможно вот это и было дно но конечно все может измениться надо быть на готове а очень странно что мы слабо обновили лаи было совершенно нелогично на мой взгляд необходимо было забрать забрать вот эту ликвидность который находишься здесь то есть необходимо было все таки и снижение чтобы собрать стопы собрать эту ликвидность прежде чем пойти в рост укол был но он очень слабый что конечно ставить ступор почему настолько слабый слабое движение было вниз и возможно это движение еще в будущем будет потому что если посмотреть целом и ликвидации еще недостаточно было в момент их не было панических продаж единственное что в комплексе все таки продажи уже достигает тех отметок которые у нас ранее были но если смотреть на дневные недельные ликвидации то они конечно еще слишком слабые и не было той паники которые было ранее если посмотреть на крипто рынке то соответственно сейчас получается биткоин все лонгуют никто особо не шортит единственное что эфир они да они шортят надеются на дальнейшее понижение сейчас правда количество шортовых позиций стало значительно меньше чем ранее было это связи с как раз еще переходом на proof of stake думали что провалится вниз но этого не произошло до понятное дело что падение определенное было но не то на который можно было в принципе рассчитывать что вновь упадет к тысяче или того ниже кто на текущий момент мы можем сделать понятное дело что ситуация аналогично ничего особо не поменялось да как стопы стоят так стопы и стоят их никто не ликвидировал продолжаем держать позицию на мой взгляд это более разумно до иметь определенную часть именно в покупке в этой зоне оставить час если если использовать усреднение на случай дальнейшего падения вниз либо как вариант именно со стопами поработать здесь стоп продолжаем держать покупать откладывая часть зарплаты либо там другого источника дохода определенный процент на то чтобы каждый ежемесячно приобретать можно даже по текущим ценам на мой взгляд то есть там такая ситуация что с текущих цен уже можно этим заниматься а вот остаток денег которые оставили на случай дальнейшего падения пока продержать пока его на мой взгляд не следует тратить все таки это наша страховка на тот случай есть все таки произведет дальнейшее падение да вот даже кратковременное какое-то падение но все таки есть эта вероятность потому что не забываем что у нас были похожие ситуации когда вроде было все неплохо обращаем внимание на 2018 год обращаем внимание как здесь все хорошенько откупали как хорошо удерживали вот эту зону и казалось бы что мы как раз находится в зоне распределения перед дальнейшим ростом но этого не произошло произошел пролив в итоге с учетом сейчас что на текущий момент на финансовых рынках пока еще совсем не гладко еще плохо так сказать да соответственно вот этот вариант сценарий событий который был 2000 восемнадцатом году все еще в силе его отбрасывать не стоит не стоит входить в эфире напоминаю всем что есть телеграм-канал есть вип-телеграм-канал где я делюсь дополнительной полезной информацией в том числе сигналами от индикатора который как раз показывает где происходит разворот рынка все подробности в телеграме а на этом все желательно профита всем до скорой встречи